Синьхуа, Китай. Руководящие кадры должны стать примером в обеспечении боеспособности. Синьхуа, Китай. 11 февраля 2019 года. Умение обеспечить боеспособность страны, важные критерии оценки политической позиции и потенциальных возможностей, а также важные показатели эффективности работы. На рабочем совещании Центрального военного совета председатель КНР Си Цзиньпин обратил особое внимание в своей речи на принятие задачи по обеспечению боеспособности. Умение взять на себя задачу по обеспечению боеспособности, умение обеспечить проведение работ по этому направлению и повысить их качество, важные критерии оценки политической позиции, потенциальных возможностей и эффективности работы парткомов всех ступеней и кадров высшего руководства. Чем больше ответственность, тем крупнее дело и тем значительнее его успех. Возлагая на себя обязанности по обеспечению боеспособности страны, руководящие кадры как бы заявляют во все слышание, смотрите на меня, следуйте за мной, для военных они становятся примером. Взяв на себя эту обязанность, руководящие кадры должны будут вести за собой других. Парткомам следует сделать обеспечение боеспособности своей первоочередной задачей, победу в войне видеть самым главным политическим достижением, в своей работе сделать упор на подготовку к войне, самостоятельно привести ход мыслей в соответствии со стандартами боеспособности, принимать руководящие решения, распределять ресурсы, отбирать кадры, оценивать эффективность работы, формировать более четкое руководство людьми, работой, оценкой и поощрением, сделать единственным критерием степень поддержания боеспособности, препятствовать проявлению особой, уникальной оценки строительства вооруженных сил, измерять его степенью концентрации внимания, построить систему оценки, основанную на вкладе в обеспечение боеспособности. Взяв на себя эту обязанность, руководящие кадры должны будут обеспечить проведение работ по этому направлению. Парткомы всех ступеней обязаны полностью взять на себя организацию процесса, совершенствовать руководство, организацию исполнения, задач, направленных на обеспечение боеспособности, сделать политические и организационные преимущества залогом военных побед, проводить воспитательную работу в парткомах, улучшить координацию надзора и осуществление контроля, проверить механизмы поощрения, возложения обязанностей и расследования, выполнять работу и оценивать эффективность руководства и с долгом, усилить степень побуждения контроля, обратной связи и приведения дел в соответствии с нормой, прилагать усилия по созданию крепкого окружения, передавать дальше красные гены, развивать дух революции, воспитывать боевой дух, стремление к борьбе за улучшение положения, создавать боевой настрой при помощи передовой культуры военного дела. Взяв на себя эту обязанность, руководящие кадры должны будут стать образцом для подражания в деле обеспечения боеспособности. Партийные руководители всех уровней должны неизменно изучать идеи председателя Си Цзиньпина наращивание военной мощи, руководствуясь важным для обеспечения боеспособности стратегическим мышлением, добиться эффективности в руководстве вооруженными силами, в направляющей практической деятельности, способствовании усердной работе на всех уровнях, установить верное понимание дела, власти и положения, подавать личный пример, со всей серьезностью продумывать, планировать и быть готовым к ведению боевых действий, непрерывно повышать боевые навыки, прилагать все силы для совершенствования стратегии, слаженности, управления, а также науки и техники. Быть в постоянной боевой готовности, безукоризненно исполнять свои обязанности по руководству в войсками, быть способными управлять боевыми действиями. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.